Девушки отдыхают Они не только появились на свет, но уже в чем-то провинились перед своими родителями. С ними поиграли и бросили на улицу, в метро, на помойку, еще живых. Тема эфира сегодня – «Живые куклы». Разрешите мне представить гостей в нашей студии. Сегодня в 14-й студии у нас в гостях звезда сериала «За все тебя благодарю» Александра Флоринская. Добрый вечер. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. Участие в беседе принимает доктор педагогических наук академик Борис Бимбат. Народный артист России Владимир Конкин. И главный врач поликлиники восстановительного лечения Российского реабилитационного центра детства Лариса Руднецкая. Сейчас я хочу пригласить нашу главную героиню, школьницу седьмого класса из Оренбурга, Свету Бектимирову и ее маму Альфию, которые нашли ребенка на улице. Встречаем ее. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, разреши пожать тебе твою руку, что так ты поступила. Итак, сколько было ребенку, которого ты нашла на улице? Ему не было и суток, когда я его нашла. И как все произошло? Ну, я, как обычно, в субботу помогала маме по хозяйству. Вот. И когда, ну, я уже шла из магазина домой, то на остановке лежал пакет. Вот. Но я хотела пройти мимо, как обычно. Вот. И когда, ну, я услышала шорихи, то мне стало интересно. Я подошла и, ну, заглянула в пакет и увидела, что там лежит новорожденный ребенок. Ну, я, конечно, удивилась, подумала. Ну, жалко мне очень стало его. Было на улице холодно. И я взяла его и понесла домой. По дороге я думала, ну, как отреагирует мама. Ну, я знала, ну, потому что я уже домой много и кошечек, и собачек носила. Я сравнила ребенка с собачкой и кошечкой и думала, что мама не будет ругаться. И когда я пришла домой, постучалась, вот. Мама открыла дверь. Я пошла, поставила на кровать бережный пакет, пакет достала продукты. И мама подошла и заглянула в пакет. И, ну, она, конечно, спросила, что это, вот, откуда ты взяла, конечно. У мамы был шок большой. Вот. И я рассказала ей историю, как я что нашла. Вот. Мама, конечно, хотела позвать врачей, милицию, вот. Но я не разрешила. Мне захотелось оставить его себе. Потому что он был хорошенький, миленький, маленький такой. А у тебя есть братья и тетра? Да, у меня есть братик, ему 8 лет, зовут его Ильдар. То есть ты уже знаешь, как ухаживать? Да. Понятно. Ну, хотела еще. Да. Альфия, ну, вот, прямо дотективный сюжет, да? Дочка приносит пластиковые пакеты, там ребенок. Как вы отреагировали? Я, когда открыла пакет, какое-то время я стояла в оцепенении, в ужасе я была. А то увидела, что дочь приносит домой ребенка живого. У меня просто не было слов. Развернув пакет, достав оттуда младенца, я развернула. Посчитала, сколько пальчиков на руках, на ногах, действительно ли нормальный ребенок. Он был одет? Он был завернут в ткань, в плотную ткань он был завернут. Мы его распеленали, обтерли, перепеленали. Ноги у ребенка были синие, выше колена проявлялась синева. Видимо, уже стал замерзать ребенок. Перепеленали, завернули в одеяло. Ребенок согрелся. Светлана не отходила от него ни на шаг. Ребенок у нас находился около пяти часов. Когда Светлана успокоилась, уснула возле ребенка, я позвонила брату, который работает во вневедомственной охране. Он вызвал сотрудников из Центрального РОВД, вызвал скорую. Первый приехал скорая. Врач определила, что ребенок здоровый, что патологически у него все нормально. Единственное, что когда я развернула, поповина была где-то 10 сантиметров. Потом я уже заметила, что это мальчик. Когда нас опросили, и доктор, и сотрудники РОВД допросили, ребенка забрали в перинатальный центр. Он сейчас там и находится. Будет находиться в течение месяца. Потом его ждет детский дом. Так сказали врачи. Но за эти 5 часов, Света, ты привязалась к малышу? Да. Он был маленький, хорошенький такой. Потом, когда мы его навестили, его уже назвали Вадим. Фамилию ему дали Субботин. Вот. Врачи объяснили, Вадим это как стремляющийся к жизни, а Субботин в честь, что нашли его в субботу. А ты какое имя ему дала? Рамиль. Рамиль. Давайте посмотрим, что говорит врач Оренбургской больницы Татьяна Бию. По всей видимости, он недолгое время провел на улице. Иначе переохлаждение было бы более сильным. И последствия наверняка не заставили себя ждать. Но его спасло то, что девочка нашла его вовремя. А это правда, что о Свете стали задавать вопросы, не украла ли она ребенка? Да. Было такое предположение, что отрабатывались все версии. И когда врач приехал, она спросила, а может ваш ребенок украл этого ребенка с коляски? На что я ответила, что Света на это не способна. А какие вообще версии в городе еще ходят случившегося? Ну, где был оставлен ребенок, было предположение, что молодая, наверное, или студентка. Потому что возле остановки там очень много общежитий. И предположение было, что молодая мама. Давайте сейчас вызовем корреспондента газеты «Твой день» Юлию Лещинскую. Они с первого дня следили за развитием событий. Сейчас мы узнаем, какие версии еще разрабатываются происшедшего. Добрый вечер. Видел ли кто-нибудь, кто оставил пакет и кто биологическая мать мальчика? Нет, этого не видел никто. И поэтому официальных версий, конечно же, нет. Естественно, что называется, ищут пожарные, ищут милиция. Но сейчас невозможно сказать, кто же оставил этого маленького человека. Ну, а что будет с Вадимом Суботиным или вот Тарамирем, как назвала его Света? Вот мы общаемся с этими замечательными людьми. Спасибо вам большое за то, что вот вы так приняли участие в судьбе этого ребенка. И, может быть, так вот мы скажем, что Альфия, в принципе, хотела бы принять участие в судьбе этого малыша. Но существуют некоторые материальные, скажем так, причины, которые препятствуют этому. И, конечно, вот я не знаю, вот сейчас мы, как представители общественности, сейчас сидит много разных уважаемых людей. Может быть, если есть такая возможность помочь этим людям, то, может быть, мы могли бы даже как-то обратиться к этому. Вы считаете, вообще, наверное, во-первых, не просто решиться, конечно, на такое, а, с другой стороны, есть ли шанс вот у этой семьи, пусть малообеспеченный, да, неполный, но вот так привязавшись к этому малышу, оставить его себе? Не, ну шансы, конечно, есть. Они есть всегда. И ребенка наверняка внесут в так называемый регистр, да, значит, на усыновление. Ну, существует большая очередь, но я считаю, что у этой семьи, конечно, есть все приоритеты, поскольку они спасли жизнь этому ребенку. Честно говоря, Андрей, я вот сейчас все это увидела, услышала, у меня в душе все перевернулось. Вот эта девочка, дай бог тебе здоровья, низкий тебе полкон от всех нас. Но вы считаете, есть шанс у этой семьи усыновить Вадима Суботина? Я считаю, что есть шанс. И эта семья же не просто, эта семья, причем, не просто, да, вот они взяли этого ребенка и тут же отдали милиции. То есть эти люди принимают живейшее участие в судьбе ребенка. Они приходили, навещали его. Они знают буквально там обо всем, о каждом часе, о каждом дне. Я сама вырастила дочку одна без мужа, и это очень тяжело. У вас двое своих, у вас мало средств будет, мало... Как вы... Зачем вам этот ребенок? Вы не вырастите ее нормальным человеком. Нужны для этого и моральные, и материальные силы. Андрей, я не согласна. Сегодня как раз государство создало условия, пусть не очень большие, но создало. Если есть такая форма воспитания, как патронатная семья, если этот ребенок будет оформлен как патронатную семью, то тогда изновременное пособие будет 8 тысяч рублей, и ежемесячно 6,5 тысяч рублей в месяц. Это, в принципе, конечно, не очень большие деньги, но, тем не менее, это гораздо больше, чем имеется сейчас и тогда, когда воспитывали ребенка вы. Борис, но с другой стороны, нет ли опасности? Все-таки мы говорим о генах, да, и здесь вообще никто не знает, кто мать, какая предыстория этого ребенка, и что может получиться в результате. Ну, при чем здесь гены, когда ребенок послан вам Богом. Это же абсолютно очевидно. Я абсолютно уверен, что в такой спокойной, разумной, размеренной психологической обстановке вырастет совершенно замечательный субботин, да. И важно только, чтобы все общество вам помогало. Но не для того, чтобы Вадим стал сыном полка, но для того, чтобы вы не испытывали хотя бы материальных трудностей при его поднимании. Но я убежден, что это будет на благо всем членам этой замечательной семьи. А тут перст неба! Альпия, ну вы с каким чувством навещаете этого ребенка? Ну, просто очаровательный. Восторгимый просто от своего малыша. Да, Александра. Вы знаете, я считаю, конечно же, материальный вопрос, он очень важен в этой связи, и обязательно надо помогать этим людям, которые вызывают уважение, восхищение, и какой-то восторг, да, люди, которые берут на себя эту ответственность. Но помимо материальной стороны, ведь ребенку прежде всего нужна любовь, да. Ну, это очень важно. Потому что у меня есть знакомые люди, которые тоже взяли ребенка из детского дома. И вот есть какие-то такие маленькие детали, которые вот меня, например, вот комком в горле стоят, когда я это слышу. Ну, предположим, годовалый ребеночек, он первое время спал вот так, закрывая глаза, да, потому что, ну, видимо, свет все время горел там в доме малютки или где он был в детском доме, да. И сколько нужно любви, сколько нужно какого-то тепла, чтобы этот малыш вот убрал эту ручку и перестал закрывать. Когда у ребенка есть мама, пусть даже не родная, но есть возможность называть любящего его человека мамой, это, мне кажется, очень важно. Но все-таки Альфия и Света были первыми женщинами в жизни Вадима Субокина, которые, скажем так, проявили к нему любовь и внимание. И мы, безусловно, вместе с газетой «Твой день» будем следить за судьбой мальчика и надеемся, что все будет хорошо, и у Светы появится братик, о котором она мечтает. Сейчас мы примемся на короткую рекламную паузу через несколько минут. Она сбежала из родного дома на улицу. Ее приютом стал городской парк. Как выжить, отграя еду у белок после рекламы? Вы смотрите программу «Пусть говорят», почему родные люди ломают судьбы собственным детям. Они поиграли с ними и выбросили на улицу еще живых. Тема эфира сегодня «Живые куклы». Внимание на экран. В середине лета в Тульском центральном парке появился новый житель. Маленькая девочка Катя. Поначалу ей понравилась новая жизнь, но, устав от голода, холода и одиночества, она позвала на помощь взрослых. Там начало хаватать. Я там на женщину мороженое продавала. Говорю, ходит от милиции. Говорит, ходит, сказал, как ее зовут. Говорит, я боюсь плачем. Говорит, не бойся. Говорит, ладно, я подошла. Она уже уехала. Я решилась, подошла. Можно меня в интернат отправить? Полгода назад Катя убежала из дома от своего отца, который, по признанию Кати, постоянно пил, избивал ее, а по ночам отправлял за очередной бутылкой самогона. Маму Катя не помнит. Она умерла, и заступиться за ребенка было некому. Когда он у меня из дома вырвал, он даже не дал ничего взять. Я в тапках убежала. Она бежала, куда глаза глядят. В стулу девочка добиралась на поезде. Делала остановки в Орле, Ельце и Липецке. В тульском парке она попросила милостынюю и ела пищу, которой счастливые горожане подкармливали белок. В каждом же городе есть же парк, где вот аттракцион. Я знала, что тут есть парк. Поехала сюда. У меня больше некуда было. Когда я начала грязно ебить, я увидела там крайний такой там поддатик. Я умывалась каждый раз. Когда у меня голова зачесалась, я взяла нужницу, постревала себе. Со всеми там познакомилась. Мне весело было, когда тепло было. В Брянске хочешь? Нет. Не хочу. Сегодня родные люди. Катя – это консультант департамента социального развития Тульской области Светлана Анатольевна Мисаченко и Ольга Васильевна Беловинцева – психолог, заместитель директора детского дома, в котором сегодня проживает девочка. Добрый вечер. В каком состоянии Катю привезли к вам? Девочка поначалу поступила к нам очень истощавшая и отказывалась от пищи. Не шла на контакт ни с детьми, ни со взрослыми. Очень закрытая была девочка. И взрослым требовалось большого терпения проявить большое внимание к девочке, чтобы она потихонечку оттаяла и поверила в людей, что есть любовь, доброта, чуткость, обратить внимание. Медицинские работники первое время кормили Катю чуть не из ложечки, потому что она отказывалась от пищи и заботились о девочке. Проявляли внимание их не только сотрудники центра, но и дети, которые также очень внимательно относились к Катюше. Постепенно девочка оттаяла, и первым признаком благополучия девочки появилось то, что она стала улыбаться. Она стала общаться со сверстниками, она понемножку стала рассказывать о себе. И, как отмечают педагоги, сейчас девочка очень добродушная, веселая, любит заниматься на всех занятиях, которые проводят педагоги-воспитатели. Какая судьба ждет сейчас Катю? Ну, на сегодняшний момент уже есть информация о том, что девочка Тестянской области. Мы надеемся, прежде всего, сейчас установить факт ее рождения в городе Брянске, найти отца с помощью наших коллег. Ну и, наверное, все-таки вопрос о жестоком обращении с девочкой должен привлечь внимание прокуратуры и должно произойти определенное расследование. А сколько, Анна, рассказывает вам, она прожила в парке? Она жила где-то приблизительно месяц. Лариса Павлеевна, а вообще, вот девочки могут сочинять? Ведь, да, история не проверена. Она могла рассказать любую историю, выдумать про отца. Бывали такие случаи? Ну, на самом деле, Андрей, конечно, девочки и мальчики могут сочинять. Но вот здесь, что первый сюжет, что второй сюжет, прослеживается на самом деле одна линия. Это, наверное, все-таки проблема больше взрослых, чем детей. Потому что ведь, если взять, допустим, наш реабилитационный центр, взять квалифицированных специалистов, которые там работают, и взять родителей, которым даже говорится при выездах, вот мы говорим родителям, что у вас, допустим, вот такие проблемы у детьми. Они не обращаются, они не приходят на обследование. То есть, и даже в первом случае здесь вот проблема очень хорошо, мама. Очень хорошо, что там будет любовь. Но ведь это какая ответственность взять ребенка и его вырастить? Вырастить не просто, чтобы он был бы снисор, официально звать своим человеком. Владимир, ну у вас дочь чуть постарше к нашей героине сегодняшней. Во-первых, сказать, моя дочь намного постарше, ей 18 лет. Мало того, я полагаю, и никто меня не убедит в обратном, что от хорошей жизни дитя никогда не убежит. Если, если в 30-х годах у меня была такая картина, сказать, может кто-то из людей старшего поколения ее помнит, она называлась «Побег из дворца», где маленькие девочки и мальчики, узнав, что идет война в Абиссинии, решили убежать от своих родителей, помочь абиссинцам сражаться с итальянскими фашистами. Это было понятно. Они хотели помочь. Они этой идеей были как бы обыщены. Это здорово. Нельзя было эту идею и романтизм этот сокрушать. Но когда девочка бежит от любимого папы, я таких не знаю ситуаций. Поэтому в данном, мне кажется, что здесь очень тонко нужно все это безусловно взвесить. И даже если девочка немножко склонна к какой-то гиперболе, к преувеличению, девочке мы имеем право больше доверять. Потому что папа разрушил семью, он разрушил веру ребенка, что у нее есть защитник-отец. Если она вместе с белочками жила. Хорошо, что есть наша социальная опека. Замечательно, что у нас есть революционные центры. Прекрасно. Мы взрослые люди. Но с другой стороны, мои дорогие, я думаю, что все-таки к такому папе наверное не очень надо ребенка возвращать. И нужно сделать все, чтобы сказать, наверное, все-таки девочка осталась под лоном государственной опеки. И отчасти нашей с вами. Ну вот здесь, Борис, прозвучало уже совозвращение. Получается, что если не докажут, что папа жестоко обращался с девочкой, то девочку по закону должны вернуть папе. Правильно? Ну не совсем так. Я уверен, друзья, что вопрос об отношении отца к дочери надо очень тщательно исследовать. И если станет очевидным, что ей некомфортно в этой более чем неполной семье, то, конечно, возвращать ее не нужно. Я думаю, Андрей, здесь вот о чем. Для того, чтобы ребенок, который столкнулся с ужасом жизни, не вырос озлобленным, не вырос врагом общества, для того, чтобы из всех этих брошенных детей, сирот, обездоленных, самыми разными видами и способами детей, не выросло опасное для общества, будущее этого общества, для этого мало хорошей социальной службы. Ну, если я вас перебью, скажите, а как получается, что девочка столько месяцев была в парке, никто не обратил на нее внимания, только продавщица мороженое, мороженое советует ей обратиться в милицию? Вы знаете, девочка, как она говорит, находилась в парке всего лишь месяц, но, как она говорит, что она днем, как обычные дети, каталась на аттракционах, она гуляла по парку, общалась с животными, которые находятся в парке, а ночью как бы ложилась спать на лавочку, то есть в то время, когда взрослые как бы мало обращали внимания, мало видели девочку. Я думаю, что она сознательно уходила от контакта со взрослыми первое время. Ведь вы знаете, дети в наших учреждениях, когда вы к ним подойдете погладить по голове, они делают первое движение какое? Они вжимают голову в плечи, они боятся удара. Но когда она увидела некое расположение, заинтересованность своей судьбе, она и, в общем-то, поняла, и попросила эту помощь и защиту. И вот здесь говорили о том, что возвращать, не возвращать ее отцу. Дело в том, что тот факт, что он ее не ищет, а пока по непроверенным данным мы не имеем информации, что действительно она объявлена в розыск, уже может послужить к тому, чтобы говорить о исполнении им родительских обязанностей, соответственно, решать этот вопрос. Позвольте я окончить свою мысль. Я хотел сказать, что какими бы вы прекрасными ни были, но для спасения столь сильно травмированного ребенка этого, увы, недостаточно. Абсолютно необходимо хотя бы одно, но совершенно конкретное и персонифицированное сердце, которое приняло бы этого ребенка таким, каков он есть на сегодняшний день, и полюбило бы его, и испытало бы на прочность. Сейчас мы пройдемся на короткую рекламную паузу. После этого она хочет отобрать детей у родной матери, считая, что девочкам будет лучше жить с ней. Но сможет ли она доказать любовь, и как ее измерить после рекламы? Мы смотрим программу «Пусть говорят» кемоферы сегодня живые пуклы. Какой урок преподносят нам брошенные дети? И что это, дар или наказание? Наша героиня Валентина Козлова приехала к нам из Тульской области. Она хочет отобрать детей у родной матери, и считает, что девочкам будет лучше и комфортнее жить в ее семье. Но девочек пока ей не отдают. Встречаем, Валентина Анатольевна. Валентина Анатольевна, добрый вечер. Скажите, как вы узнали о брошенных девочках? Ну, эти девочки учатся с моей дочкой в одной школе. И с первого класса я вижу, как они учатся. Знала, что они находятся в центре. Немножко смотрела за ними. И в конце первого учебного года я постаралась, как это говорится, попросила, чтобы они жили со мной. Мне кажется, каждому ребенку, а тем более девочке, хочется, чтобы у них была мама. Они такие хорошенькие. Нет, у них есть своя мама, естественно. Но я ее ни разу не видела. Но она от них же не отказывается? Нет. А вы хотите взять их себе? Да. В данный момент они сейчас проживают у меня, и я являюсь воспитателем, ну, семейно-воспитательной группы. У вас уже шестеро детей? Да, и трое чужих. Еще трое чужих? Да. Как отреагировал муж на такое ваше желание взять еще двоих? Ну, в принципе, спокойно. Он только сказал, почему девчонки. Ну, а уверенность есть в том, что вы можете обеспечить и такое количество детей? Ну, со мной осталось моих только двое девочек, а четверо уже взрослых и живут отдельно. Вот что скажете, здесь как бы собственное желание матери взять детей чужих, Людмила, как вы считаете? Вот такое желание может приветствоваться или нет? Такое желание имеет право на существование, но другой вопрос, оно, конечно, является не совсем законным, потому что можно взять детей на воспитание только тогда, когда мать лишена родительских прав или если у детей нет родителей. Вот все-таки мать-то со счетов сбрасывать нельзя, и этот вопрос необходимо, естественно, урегулировать. Ну, а почему вы считаете, что девочки нуждаются в вашей заботе? Понятно, что они маленькие, может, не смогут артикулировать свои желания, но почему именно вы решили, что им нужна забота? Ну, а какому ребенку не нужна забота матери? Ну, пусть будет чужая мать, но мать... И сколько им лет? 10 и 8. Им по 10, 8-10 лет. Они любят свою мать и не привыкли к матери. Для ребенка их мама самая лучшая на свете. Для того, чтобы попробовать перевесить на внутренних сердечных весах ребенка, маму, которую они знают в качестве мамы, для этого надо быть совершенно выдающимся и абсолютно исключительным человеком. Ни в коем случае я не хочу перевесить это сердце одно и другое в пользу себя. Ни в коем случае дети должны знать свою маму. Но и в то же время дети имеют право воспитываться в семье. Тамара Анатольевна Фральцова, первая заместительная председатель комитета по делам женщин, семьи и детей, присоединилась к нам во время рекламы. Добрый вечер. Скажите, ну с другой стороны, ведь любая мама, которая богаче, моложе, красивее, может задобрить ребенка вложить себе 10 лет подарками, вниманием, поездками в Турцию и сделать тот перелом, который им может родная мать, не может себе позволить? Вот здесь существует два аспекта. Во-первых, можно Андрея сначала вопрос задам, она так отвлеченная. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы знаете этих детей? Два года. Два года. Эти два года вы знаете потому, что они учатся с вашими детьми в одной школе, в одном классе? Не в одном классе, но в одной школе. А откуда вы их знаете? Потому что я стою в родительском комитете. И они вам понравились, эти дети? Да. И они вам понравились. Вот здесь, Андрей, возникает очень такая серьезная проблема, которая сегодня есть у нас в государстве. Во-первых, у нас 80% детей в детских домах, это дети, как говорим, при живых родителях, сироты. Второе. Сегодня детские дома у нас переполнены. И у нас в приютах находятся дети больше, чем месяц. Некоторые граждане делают благое дело, они забирают этих детей к себе. Но сегодня меня настораживает другое. Вот вы знаете, мы сделали благое дело, приняли законы, сейчас расширяем эти законы о так называемой приемной семье и о приемных родителей. Где? Единовременное пособие 8 тысяч рублей тебе, пожалуйста. На содержание ребенка тебе средства, пожалуйста. Плюс тебе еще заработную плату, пожалуйста. И сегодня у нас пошли такие вещи, когда своих детей двое, содержать как-то надо, работы нет. Давай возьмем еще 6, 7, 8. Поэтому у меня возникает такой вопрос к вам. А нет ли у вас корыстного интереса, о чем вы говорите? Можно ребенка убить, да и не в полном смысле. Я, честно говоря, с вами не совсем согласна. Если люди, у которых есть дети, хотят взять детей, даже после того, чтобы получать это пособие, в этом нет ничего, им все равно в этом семье будет лучше, чем в этом детском доме. Это совершенно очевидно. Я совершенно согласна. Я это совершенно не возражаю. Не можно тогда сказать честно и открыто. Вы знаете, я беру этих детей к себе, да, потому что, с одной стороны, я хочу им дать свое материнское тепло, а с другой стороны, я четко понимаю, что я никогда не заменю, может быть, родную мать, но это будет форма, скажем так, приемной семьи. Скажите честно. Зачем вы берете этих детей? Чтобы эти дети знали, что такое семья, что такое сестры, что такое братья. И я вполне вас понимаю. Чтобы дети могли идти в школу и улыбаться. Я вас вполне понимаю. Самый факт, что они живут в центре каком-то реабилитационном или в приюте, не в семье, совершенно достаточное основание для того, чтобы им помочь. Хотя бы временно. И взять в семью, это прекрасный порыв. И искать здесь корысти просто невозможно. Давайте пригласим в студию нашего следующего героя. У него 10 детей, но когда он увидел бомжа с грязным пакетом, в котором плакал ребенок, он понял, что у него в семье прибавление. Протеерей Виктор Ватейчкин, настоятель церкви святых, царственных мучеников Николая Александры, и его супруга матушка Евгения. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Виктор, как появился еще один малыш в вашем доме? Ну, знаете, это удивительная история. Наверное, скорее всего, промысел Божий. В тот день я оказался в строящемся храме, у нас в Волжском, Иоанна Богослова, апостола любви, как вы знаете. И, выходя из ворот храма, крановщица, держа пакет черный такой, мятый, она предложила мне, говорит, батюшка, возьмите ребеночка. Я сначала не понял, думал, что она мне предлагает кутеночка, что можно быть в этом пакете. Вот. Я говорю, да у нас вроде как не нужен нам кутеночек. Она говорит, нет, батюшка, это ребеночек. И когда развернула, я увидел мордашечку такую грязную, он уже не пищал. Вот. Я спросил, откуда его взяли. Она сказала, что около мусорного ящика нашли бомж, он рылся, видимо, что-то искал, или бутылки, вещи какие-то. И услышал писк. И когда открыл пакет, то увидел этого ребеночка. Он был завернутый в куртку баллоневую, в грязную. Вот. Тогда я первым делом, конечно, спросил, вызвали ли скорую, милицию. Сказали, что да. И вот скорая, когда подъехала скорая, то они, конечно же, сразу развернули. Он еще был ребенок в крови, то есть пуповина еще не обработана. И, конечно, это была жуткая картина. Конечно же, вызвали милицию. Милиция приехала с кинологами, но не нашли мамашу. Но я не остался равнодушен, потому что меня потрясла судьба этого младенца. Как можно такую малютку выбросить на помойку? Тогда я решил дальше судьбу этого ребенка как бы прослеживать. Вот. Я дал ему название имя Никита, потому что он родился именно в день великомученика Никиты. И по святцам великомученик Никиты переводится с греческого как победитель. Я думаю, что он победил смерть, потому что он выжил. И на шестой день я его крестил. И вот сейчас подали мы с матушкой, я спросил. Говорю, матушка, вот раба Божия вера нам напророчилась, сказал, что батюшка, вам еще Бог одного ребеночка послал. Вот. Наверное, возьмете его. И вот так сложилась судьба, видимо, этого младенца. Я спросил матушку, она говорит, ну что ж, где 10, там и 11, и ничего страшного. Машка Евгения, но 11 детей, это не много? Ну, все дети у нас приемные, поэтому всех их жалко. Но тяжелый это крест или это счастье? Бог помогает. Я думаю, что это радость, иметь детей много. Мне нравится. Вы видели нашу первую героиню, Свету, и ее маму, которые вот тоже нашли малыша. Какой совет вы им дадите? Я советую взять ребеночка, обязательно. Я желаю Божьей помощи. Чтобы Господь помог им. И действительно, если этот ребенок найдет счастье в этой семье, то Бог им в помощь. Не надо никогда бояться трудностей. Бог помогает. Это доброе дело. И на добрые дела Господь всегда дает помощь. И все-таки маленьких героев нашей программы нашли. И хорошо, что детская память так коротка, и они забудут отталкивающие руки их биологических матерей, и о том, что их нашли на помойке, потому что у этих героев появилась семья. Пусть даже у их родителей в венах течет другая кровь. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Пусть говорят». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова